АПЛОДИСМЕНТЫ Насколько приглашается заместитель председателя правительства Афировской области Александр Александрович Галицких. АПЛОДИСМЕНТЫ! АПЛОДИСМЕНТЫ! АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемая Надежда Георгиевна, уважаемые артисты творческих коллективов России и Кировской области, дорогие друзья, я две мысли хотел бы сказать. Первое. Вы вот так подумайте, как вам повезло. АПЛОДИСМЕНТЫ Код культуры в Российской Федерации и код культуры в Кировской области. И когда мы получили предложение от Надежды Георгиевны о том, что знаменитый фестиваль, марафон песни России, готов к код культуры приехать на Вятскую землю, ну, надо сказать, что мы очень обрадовались, мы, конечно, почувствовали большую ответственность, но вот такая мыслишка у нас с Павлом Николаевичем главой департамент культуры была. Ну, понятно, сейчас Бабкина, да еще столько коллективов скажут, вот еду к вам на пять дней в Кирове, давай филармонию. Это было очень просто. Ну, представьте, так сказать, пять дней, заполненная филармония, все. Надежда Георгиевна сказала, нет. В Кирове я только завершу все. А хочу поехать по Кировской области. Кирово-Чепельск. Белое холунице. Я все понятно. Ну, Ружу, Киров. А теперь второе. Белые холуницы. Повезло дважды. Потому что Надежда Георгиевна сегодня здесь, в Белой холунице, на сцене этого обновленного Творца культуры встречает свой день рождения. Я должен выполнить очень приятное поручение Народной артистке Российской Федерации Надежде Георгиевне Папкиной. Уважаемая Надежда Георгиевна, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Ваш исполнительский талант и песенное мастерство вызывают живой и искренний отклик многих поклонников народного творчества в России и за ее пределами. С большой любовью принимают вас на своей земле и жители Кировской области. Очаровательная женщина, вы воплощаете в своем творчестве идеалы народной жизни, любви к родной земле, доброту и милосердие, верность и нежность. Искренность и проникновенность песен в вашем исполнении, их красота и нравственная содержательность продолжают лучшие традиции русского певческого искусства. Признателен вам за плодотворное творческое сотрудничество с Кировской областью. От всей души желаю вам, уважаемая Надежда Георгиевна, вечного вдохновения, успеха на эстраде, крепкого здоровья, большого счастья и благополучия. Исполняющий обязанности губернатора Кировской области Никита Белы. Так, так, так. Давайте бы говорить один человек, шкатулку в студию. Надежда Георгиевна, у меня есть еще одно поручение от Никиты Юрьевича, вручить вам от него подарок. Сегодня мы с вами в библиотеке Герцена смотрели очень интересную выставку. Это проект «Вятская азбука», где каждая буква представляла из себя что-то из народных промыслов Вятки, и была среди них буква «О», белая такая вся. И мы говорили с вами о том, что одним из интереснейших промыслов Вятки являются кукарские кружева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие жители Белой Хауницы, дорогие гости, дорогие участники сегодняшнего фестиваля, дорогая Надежда Георгиевна, мы очень рады вас видеть в Белой Хаунице. И продолжая слова Александра Александровича, я хочу сказать, действительно, Белой Хаунице сегодня очень повезло. У нас в этом году юбилей 250 лет, и Надежда Георгиевна начинает практически празднование нашего юбилея и дарит нам такой огромный подарок. Огромное ей спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И я также должен передать слова Надежде Георгиевне от всех жителей нашей Белой Хауницы. Уважаемая Надежда Георгиевна, Белокуницкий муниципальный район сердечно поздравляет вас с днем рождения и выражает благодарность вам за вклад в развитие культуры, сохранение традиций и развитие народного творчества. Жанр русского народного пения сложный, но и очень интересный. Он является символом высокого искусства, для участия в котором необходим художественный вкус, тонкий музыкальный слух и желание поделиться этим богатством со слушателями. Все это присуще вам и вашим коллективам. Именно вы помогаете расстрыть молодым талантам, способствуете сохранению нравственных ценностей, учите понимать и ценить прекрасное. Дарите радость общения с миром красоты. Позвольте одним из всех белокуничан пожелать вам творческого долголетия, новых интересных программ, здоровья, успехов и благодарных зрителей. С днем рождения! Дорогие друзья, от всех жителей города Белой Холмницы мы вам... Это мы организуем. Разрешите вам вручить от всех жителей города Белой Холмницы вот такой подарок. Я думаю, что в вечерние, в зимние вечера вы будете зажигать свечи, вспоминать наш родной город Белую Холмницу. Успехов вам с днем рождения! Здорово! Здорово! Спасибо, мои дорогие! Вы знаете, как это не думала и не гадала, что такое зумопатичному строю я вот это событие, оно ни к чему, как бы... Знаете, ну просто сейчас, чё, понимаете, не 20 же лет, чё работать? Поэтому я не собиралась не озвучивать ничего. Так вот, проклятый телевизор, понимаете, с утра вот трендит и всё. Так на всех каналах. Ну вы не представляете, у меня сегодня 7 раз телефон я заряжала, он всё время садится. Даже надо ответить каждому, чего-то написать. Я вам благодарна, что мой день рождения находится именно на вашей земле и именно с вами. Потому что это не как всегда, это практически никогда, это первый раз. И для меня это в жизни как первый раз, всегда, как в молодости, что-то такое удивительное. Для меня это сегодня тоже удивление, радость, восхищение, вот такого гостеприимства, такого душевного, тёплого приёма. Я найду, куда подставить подсвечник. Конечно, я же хозяйка, понимаете. Мы построили, я построила театр, 12 лет его строили в Москве, в центре Москвы. Не так легко в центре Москвы сделать театр фольклора «Русская песня». И вы знаете, чтобы это всё поддержали и дали возможности этому зданию состояться. Я нашла инвестора, я всех сорганизовала. И, наконец-то, он сейчас красуется. Мы там сейчас обживаем кабинеты, отмываем окна. То есть потихонечку всё это и так далее. Вот этот подсвечник будет в театре. Там такие масштабы, там больше 11 тысяч квадратных метров. Вот такой подсвечник огромадный, он там впишется. И я даже знаю, где мы сделаем такой уголок, где людям будет уютно находиться. Потому что то, что я сейчас получил, это сделано руками людей. Это сделано тоже от любви и тоже, знаете, с огромным-огромным уважением и теплотой. Я это чувствую. И, конечно, люди, которые будут приходить в Москве на любое представление, они будут наполняться вот этим духом. Нам что сегодня важно? Чтобы мы, наконец-то, объединились в порыве нашим душевным, духовным. Вот силе того внутреннего состояния. Потому что это очень важно, чтобы мы не были разрозненными. И я искренне благодарна руководству Кировской области. И, конечно, исполняющему обязанности губернатора Белыха Никита Юрьевича. Мы с ним вчера встретились. Первый, с кем я встретилась. Вот знаете, как вот неожиданно с ним. И он смотрит на меня. Я говорю, завтра я там буду. А он говорит, я испугался, как ты? Ты же должна была быть уже в Кировской области. Я говорю, все мои там. Машина работает. Я говорю, вы не волнуйтесь. Все в порядке. Но я должна здесь быть, в этом зале. Вместе со страной. И меня поймут. Потому что в этот момент в Кировской области фестиваль, проходивший именно здесь, тоже, как, знаете, вот такая ниточка связи со страной. И в этот момент страна вся вместе ликовала их. Это очень серьезный порыв и поступок. Мы ждали этого много лет. И, наконец-то, это свершилось. Я восьмой год этот фестиваль, марафон песни России, продвигаю по стране, как объединяющую духовную силу разных совершенно профессиональных коллективов. Но приезжая в тот или иной регион, я прошу подключаться к нам, народным коллективам, домам народного творчества, самодеятельности, фольклорных, этнографических коллективов, детей, маленьких, взрослых, бабушек, ветеранов. Кто, у кого есть какие возможности вот именно проявить свои творческие инициативы. Вы знаете, сегодня на сцене стоит, условно говоря, не вся Россия, но большая ее часть. И вы видите, сидя в зале, какая это мощь, какая это сила. И сила добра, любви и именно доброжелательности в взаимодействии. Понимаете, вот это надо активизировать, вот это нужно пропагандировать для того, чтобы мы любили друг друга. Жизнь короткая. И поэтому нужно каким-то образом участвовать в судьбе друг друга. У нас были великие традиции доброжелательности, взаимопонимания. И, знаете, хождение друг к другу в гости, уважение старых традиций, тех самых любимых наших предков, про которых мы мало что знаем. Той самой истории, которую создавали наши родственники. Чего же нам ее хаять? Надо нам самим что-то создавать, а не ждать, что нам кто-то еще преподнесет. Понимаете, мои хорошие? И вот то, что мы собрались, мы уже участвуем в создании чего-то важного и нового. Потому что вы получите неизгладимое впечатление сегодня от нашей программы. Она насыщена настолько разностью. И, знаете, лиричностью, и душевностью, и таким, знаете, таким эмоциональным порывом. И разными культурами, и разными представителями нашей России. Вы получите это счастье. И я вам желаю искреннего, совершенно наслаждения. И благодарна всем организаторам, которые нас приняли и дали возможность по этому маршруту двигаться в Кировской области. Спасибо вам огромное.